доброго времени суток друзья я всегда на своем канале иногда показываю посещение каких-то фабрик да я что-то все время забываю показать такой маленький цех по переработке хурмы сейчас идет у нас как раз сезон хурмы и этот маленький склад по переработке имеет мой друг зовут его ангель йопис и я что-то так все время хочу его все время показать показать и все забывают у ангеля склад в общем-то необычный чем он необычен тем что он не продает коммерсантам свою продукцию только продает свою продукцию в школы и именно нас есть такая провинция кастейон он продает только в провинции кастейон свою продукцию то есть все школы вот сейчас когда идет потребление вот хурмы на обед он доставляет всем школьникам эту хурму почему потому что он вообще не использует никаких химикатов поэтому хурма нам меньше по размерам но она намного в качестве качественнее вкуснее но давайте я зайду к нему на склад и он нам сейчас все покажет и расскажет очень в принципе интересно так что оставайтесь со мной идем смотреть ну пожалуй под звук церковных колоколов мы зайдем к нему на склад небольшой такой минимальный склад то есть видите он работает у него совсем чуть-чуть ящиков стоит то есть все он собирает каждый день по чуть-чуть и потом это все возится в школу на своем мнении тракторе то есть склад вообще-то вообще мало ну давайте я к нему подойду ну подойду к нему сидим пусть он нам расскажет что это есть но ему работать как нет он все сам будет спирачивает сам перебирает несколько уже с министерства образования привозят фургон и это все забирают в него solo серии ампли buenas tardез б camу оны zwei bouncing и потому что ты очень знаменитый и хорошенький вайф, можно сказать нам, как работает твой домашний? Это домашний дом. Все дома в домашних домашних домашних. Все дома в магазине. И это домашних качей, из брая Рој Брл. и они готовы по методу персимон, который состоит из-за того, чтобы уничтожить из-за кааки, чтобы он был попал. И теперь, что мы делаем, они уже готовы по методу персимон, которые будут кааки дурой, и теперь они будут маленькие calibры, потому что они для коллеги. Поэтому коллеги хотят маленькие calibры, маленькие, и, конечно, все будет артесанал, все будет manual. И, конечно, все будет так. Все будет эколógico. Эти кааки не имеют никакого продукта и они для детей, потому что они маленькие calibры, потому что, конечно, если вы кааки, они не могут быть маленькими, поэтому они маленькие calibры. и они не имеют никакого мистерия, потому что это все будет все равно, если вы видите, кто-то имеет маленькую тару, то вы делаете на кааке, потому что они не делали, потому что, потом, они приходят, и они потом кааке, потом кааке, потом кааке, так как каждый день, то есть, то есть, то есть, то есть, произоборот, здесь Ronald paths –м therm's за 150 000 кааке. то есть, это Майор Мистерио. И это, ну, вот, это очень быстро. И еще не имеет никакого Мистерио. И, ну, ничего. И есть, и делать вот эти кайки. И вот, и уже есть. И более, есть 70 университет по кайке. И не имеет Майор Мистерио. Так что, ничего. Ладно, я� это хорошо. Ну, давайте попробуем. Ой, у меня есть вопрос. Димам, мне вы찍итесь. Как вы сглечите с коронавирусом и как владеет? Как вы все это слышите? Ну, по-русски. А, я, думаю, это очень просто сейчас. У меня есть что-то,, как нужно говорить, чтобы précised Pues que hay de cumplить el protocolo hay de ir al mercado ahora que no haya nadie Y eso también la verdad que ahora se consume el más fruta, aunque el precio o no es lo que lo que debería ser pero en lo que hay en lo que hay Ну ну, ты, ну, ты, ну, ты, 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 ну, ты, 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 ты. Ну, я я стараюсь работать в фабрике. Я стараюсь работать в течение дня, я стараюсь в 100, потом в 80, и так. И все еще здесь. Это все, что есть. Ну, ну, спасибо, я знаю, что это очень красиво. Ну вот, в принципе, вот такой короткий, сюжет. Я вам показал, как работает такой небольшой склад. В то же время, как сейчас, во время коронавируса, люди не останавливаются. То есть, все равно они работают, что-то стараются делать. Это один из позитивных таких моментов, что не все встало. То есть, видите, в агрокультуре в Испании все-таки люди работают. Это очень хорошо. Я только могу пожелать своему другу успехов, чтобы в нем все было очень-очень хорошо. Ну, на этом я заканчиваю свой небольшой репортаж. Так что, друзья, оставайтесь со мной. Всего хорошего.